Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Вал Наталья Андреевна. Сегодня мы с вами сделаем платье для нашей куклы из гофрированной бумаги. Для этого нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Это гофрированная бумага, жесткая гофрированная, итальянская. Дальше нам нужна будет линеечка, карандаш. Можно взять метр такой мягкий. Дальше клей ПВА, ножницы и вот такой вот можно взять кружева или атласную леточку, кусочек. Это будет поясочек у нас такой. И еще нам нужно будет для основы юбки сделать вот такой полукруг. Я сейчас вам это все покажу. Для начала нам нужно сделать вот такой вот конус для нашей юбки, как в основу. Как мы это будем делать? Мы берем, я вот взяла, например, обои. У меня кусочек обоев был старенький и нарисовала вот этот круг. Как я его буду делать? Я, значит, беру метр, берем нашу куколку и начинаем замерять. От пояса замеряем до ножек. Вот у меня здесь 17, я еще сверху добавлю 2 сантиметра. Будет 19. Значит 19. Теперь на листочке отдельно я вам покажу, как рисовать этот круг. Я, например, на листочке ставлю точку. У меня будет центр. Дальше я возьму для образца, вам покажу 10 сантиметров. Вы будете делать то же самое, только 19 сантиметров. Значит я ставлю точку там, где у меня 10. Дальше я передвигаю линеечку и опять же ставлю 10. Еще раз. И так до конца. Итак, мы расставили точки по 10 сантиметров. Теперь эти точки мы соединяем. Соединяем все наши точки. Берем линеечку, проводим ровную линию. У нас получается вот такой полукруг. Теперь берем ножницы и вырезаем. И у нас получился вот такая заготовка получилась. Что мы делаем дальше? Дальше нашу заготовку сворачиваем в кулечек. Свернули в кулечек, выравниваем, свернули. У нас получился вот такой конус. Вот он. Здесь нам нужно закрепить. Это можно сделать скотчем или просто немножко смазываем клеем и заклеиваем. Заклеили. Теперь берем ножницы, отрезаем уголочек чуть-чуть и делаем надрезы. Нужно просто подождать, потому что клей бывает. Немножко подождать нужно, чтобы хорошо закрепилось. Дальше до конца мы прорезали. Теперь разворачиваем. Делаем такие складочки. Разворачиваем. Берем нашу пуколку и помещаем ее вовнутрь. Вот так. Вот она у нас хорошо встала. Так, теперь можно уже до конца хорошо прижимаем. Хорошенечко прижимаем все это по кругу. Их можно обрезать, а можно их просто приклеить. Вот. У нас получился вот такой конус. На талии я обмотала ниточкой, закрепила ее, чтобы она хорошенечко держала, чтобы в дальнейшем никогда не сбежала, не сползла. Теперь вот эти вот я загибаю и приклеиваем. Вот так наносим клей и их по кругу приклеиваем все. Следующие точно так же. Итак, наш конус готов. Дальше мы что делаем? Берем нашу гофру, бумагу. Берем гофру, разворачиваем ее. Берем метр мягкий, замеряем по кругу наш конус. Вот. Мы замерили его снизу. У нас получилось 39. Значит, нам нужно полоску отрезать. 39. Получается 39. Вот так. Берем карандаш, делаем метку. И по высоте, по высоте замеряем, здесь у нас 17. Делаем еще 2 сантиметра, добавляем, получается 19. Это будет у нас здесь, да? 19. Делаем метку. Теперь вот этот прямоугольник нам необходимо отрезать. Вот он. Отрезаем. Берем ножницы и отрезаем. Итак, я отрезала. Теперь мы берем, можно взять сверху, можно снизу, не принципиально. Заворачиваем примерно на глаз. Не нужно замерять, примерно на глаз мы заворачиваем сантиметр, чуть больше, до конца. Сложили. Теперь берем, одной рукой пальчиками придерживаем, другой рукой пальчик мы так растягиваем. Она у нас делается вот такой гармошкой. Дальше переступили и еще раз. Еще раз. И так до конца. Так, у нас получилась вот такая вот гармошечка. Снизу это будет, такая красивая. Видите, сразу. Теперь мы замеряем. Прикладываем. Если у вас получилась слишком высокая юбочка, то здесь лишнее можно обрезать. Что мы делаем дальше? Теперь на нашу юбочку должны по кругу аккуратненько замеряем. И здесь вот снизу заклеиваем. Вот в этом месте мы заклеиваем. Снизу мы закрепили ее, заклеили. Теперь берем пальчиками и зажимаем. Вот так. Зажали. Это можно сделать опять же с помощью нитки во круг. Ее обмотать, чтобы она закрепилась. Или склеивать. Сейчас делаем вот так, ниточкой обматываем. Без разницы, какая у вас нитка, красная, белая, ее в дальнейшем все равно не будет видно. Итак, мы юбочку нашу сделали, основу. Теперь мы будем делать вот такие вот лепесточки. Здесь у меня лепесточки расположены в три ряда. Мы с вами добавим у нас одного цвета. Мы с вами будем делать белые и красные. Значит, снизу у нас будет, например, красная. Дальше мы пропустим еще один ряд белый. Потом красный, белый и красный. И кофточка у нас будет тоже беленькая. Теперь мы будем делать лепестки. Как мы это делаем? Берем опять же нашу гофрированную бумагу. Лепесточки у нас будут прямоугольные квадратики. Нам для этого нужно вырезать сначала. По длине они у нас будут 10 сантиметров. Делаем точку. И по ширине они у нас будут 7. Опять же ставим точку. Вот. Этот квадратик, прямоугольник нам нужно вырезать с вами. Берем ножницы и вырезаем. Вот таких вот прямоугольников вам нужно будет вырезать, смотря сколько вы делаете рядов. Если вы делаете, например, у вас два ряда будет, три ряда у вас будет белого цвета и три ряда у вас будет красного. Значит, в каждом ряду у нас по 6 лепестков. Значит, вам нужно будет на каждый ряд вырезать вот такие прямоугольники 6 штук. Прямоугольники вот такие мы уже вырезали. Теперь я вам покажу, как нужно сделать лепесточки с них. Берем наш, складываем пополам. Там, где согнутая, значит, к ладошке идет. Где раздваивается, мы будем вырезать. Берем ножнички. Здесь мы вырезаем просто угол. Отрезаем вот такой угол. Здесь сверху мы вырезаем полукругом. Полукругом. У нас получился уже вот такая форма. Теперь нам нужно ее вот так растянуть. Растягиваем большими пальчиками вовнутрь. Растягиваем. Сам кончик нам нужно подкрутить. Берем карандаш, прикладываем и заворачиваем. Вот так. Прям пол оборота достаточно. И у нас получаются вот такие лепесточки. Наши лепестки готовы. Теперь мы начнем их расклеивать. Я начну с красных. Значит, берем лепесточек, прикладываем его снизу так, чтобы он не был длиннее самой юбочки. Вот так. Наносим клей на обратную сторону. Прикладываем и приклеиваем. Вот так. Немножко подержали. Можно, конечно, пользоваться горячим клеем. Это будет намного быстрее. Мы с вами будем пробовать повыроклеем. Берем также второй. Второй приклеиваем чуть-чуть нахлёстом на первый. Второй ряд мы уже приклеили. Теперь будем приклеивать третий ряд. С каждым рядом мы все выше и выше поднимаемся. Вот третий ряд у нас будет вот так. Значит, белый у нас будет еще выше. И так мы будем приклеивать до самого верха тали. Юбочки до конца. Итак, мы юбочку с вами уже сделали. Вот такая у нас получилась ажурная, красивая. Теперь мы с вами будем делать косточку. Берем наш метр и замеряем. Вокруг замеряем. Вот так. У меня получилось 14. Берем гофрированную бумагу. Разворачиваем. И отмеряем. 14 нам нужно по длине. Значит, берем карандаш, ставим точку. Это будет 14. Теперь по высоте. Примерно нам нужно будет ее где-то 4-5. Еще набрасываем по 2 сантиметра, потому что мы будем делать складочку точно такую же, как мы делали внизу для основы юбки. Значит, я добавляю. У нас было 4. 2 сантиметра добавляю. Значит, у нас будет 6. Вот так, 6. Делаем точку. Так, очертили линию. Берем линейку. Так. И вот так. Отчертили. Берем ножницы и вырезаем. Так. Вырезали. Вот наша полосочка. Теперь мы заворачиваем, сворачиваем один, такой примерно сантиметр. Один сантиметр. Сверху. То же самое делаем снизу. Переворачиваем и точно такую же складочку делаем с другой стороны. Так. Теперь точно так же мы растягиваем сверху и снизу. Так. У нас получилась вот такая вот интересная ажурная. линейка. Теперь берем нашу куколку. Лучки поднимаем ее сверху, чтобы не мешали. Там, где у нас загнут, это будет вовнутрь вставляем. И оборачиваем. У нас получилась вот такая красивая кофточка. С обратной стороны, где у нас получается соединение кофточки. Смазываем клеем и приклеиваем. Кофточка наша готова. Теперь нам нужно с вами сделать поясочек. Я возьму вот такие красные. У меня есть кружева кусочек. Можно ими сделать. Или просто взять атласную ленту и атласной лентой сделать поясочек. Мы с вами сделаем кружевами, да? Значит, оборачиваем. Теперь мы ее повернем. А сзади завяжем бантиком. Сначала на узелочек завяжем. Можно и бантиком. Можно бантиком. Ну вот мы бантик завязали. Куколка наша готова. Ребята, нашим куколкам можно шить платье не только из ткани, но и с гофрированной бумаги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова